Господа, вы все прекрасно знаете такую игру, как Викинги. Для вас это прекрасная игра, для нас это потрясающий добавок еще и спонсор, благодаря которому нам удается действительно гораздо более эффективно строить свои проекты. Если бы не Викинги, возможно бы многие проекты так и не вышли, потому что на них просто бы не хватило денег. Но если кто-то из вас вдруг до сих пор не в курсе, Викинги — это игра, которая уже несколько лет возглавляет чарты среди военно-экономических игр и стратегий. В ней зарегистрировалось уже более 20 миллионов игроков со всего мира, которые погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений, многотысячных армий и все это в реальном времени. Вы просто зацените, какая крутая графика. Но Викинги — это не только битва, это также и развитая система рейтингов, разнообразные соревнования и возможность выбрать снаряжение и стиль боя своей армии. И все это в одной игре. Ну и само собой, Новый год не может пройти без подарочков, поэтому я вместе с создателями игры Викинги провожу конкурс, в котором два игрока, которые дошли до 10 уровня дворца, получат шанс выиграть iPhone 11 Pro. А суперприз! MacBook Pro получит человек, который достиг самого высокого уровня дворца до конца января среди остальных игроков. Причем итоги конкурса будут проведены уже 3 февраля. Так что получается, что вы играете викингов как обычно и получаете шанс выиграть крутые призы. Так что проходите по ссылкам в описании и скачивайте викингов именно по моим ссылочкам, ведь каждое ваше скачивание помогает моим проектам становиться все эпичнее и выходить все быстрее. Плюс добавок для всех скачавших викингов по моим ссылочкам в описании, естественно, в подарок вы получаете 200 голды и бесплатный щит. Все там, дерзайте! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Господа, здравствуйте! Если честно, я даже не знаю, в каком году вы все это смотрите, потому что у нас тут... Да, не надо ныть, да. Собственно, к Новому году очень хочется, чтобы все это уже вышло, потому что к Новому году всегда хорошо получить Range Rover автобиографию, да еще и в эксклюзивном исполнении, потому что нет ничего хуже, как и в конце прошлого видео про этот Range Rover, я говорил, чем ездить на стоке. Не могу себе... Вот это просто, смотри, вот закрываешь, и ты стоишь возле... Ну, это очень крутая тачка, но это обычный черный Range Rover. Директор каждого овощного рынка ездит на таком же. И если по поводу овощного у нас никаких претензий нет, да, это овощ, но по поводу рынка все-таки у меня немножко другой рынок, у меня медиарынок, и в этом медиарынке надо непосредственно сделать этот Range Rover красивым, нарядным, и такой, чтобы он был доступен звание мой Range Rover. Пока что на нем нет буковки А, мы не наклеили его в прошлой серии, нет у моих трех Мочек в номерах, ну и вообще это просто черный, это еще не мой Range Rover, этого сознания нет ни в голове, ни фактически по этой картинке, поэтому мы с вами оказались там, где оказываемся обычно в таких непростых ситуациях. Реформа стайлинг, господа, и задача уже тех господ сейчас, в кратчайшие сроки, сделать из этой тачки что-то интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все-таки да, он двухцветный, но потому что специально брался именно этот черный цвет, как я еще и говорил в предыдущей серии, причем, ну специальные опциональные, это не просто черные, это Century Black, который черный с очень хорошим бронзовым отливом. Поэтому сейчас специально закатывается серой пленкой, и мы получаем опциональный цвет SVA Автобиографии, причем который был доступен только в дорестайле, то есть это супер заморочки, супер фанатиков прямо самых отбитых, ненормальных владельцев Range Rover, потому что в рестайле вот этот низ черный, именно вот такой темно-серый, стал недоступен, и стал доступен другой серый, вот прямо вот такой, как на этой картинке. А я хотел именно такое сочетание, чтобы этот серый в сумерках превращался практически в черный, в нисходящий. Все это получилось двухцветное, богатое, прямо в истинно британских традициях. И в итоге получается, что опционально двухцветный кузов, который доступен только для комплектации SVA Автобиографии, во-первых, требовал бы примерно 16 миллионов денег, и еще 600 тысяч рублей только за то, чтобы он стал двухцветным. В нашем случае все равно тянуть все это было в пленку, поэтому просто под броню еще загорается, закатывается вернее серый низ. И хотя да, это сложнее, чем просто перетянуть пленкой, но это дешевле, и мы получаем недостижимый на сегодня в рестайлинге цвет, до рестайлинга, в моем божественном, идеальном, мать его, Range Rover. Ну круто же. Самое главное, Паш, сколько данная опция будет стоить клиенту? Ну, а клейка вот такой вот пленкой, половина кузова где-то порядка там 95 тысяч рублей, и защита сверху полиуретаном 200 тысяч рублей. Итого 290. Ну, 290, да. А с завода, как я уже говорил, данный цвет будет стоить 600-800. Там, возможно, я не так расслышал, но возможно, что и 800 вполне. Да, и опять же, у нас получается, что кузов полностью еще защищен дополнительно полиуретановой пленкой. Потому что если бы он был даже двухцветный завода, его все равно надо было бы тянуть. А это еще плюс 200, как минимум. Итого единичка. Да, итого, по сути, за 90 тысяч я получил двухцветный кузов. Потому что 200 и так, грубо говоря, светило. В любом случае, даже если он на заводе был бы заказан. А это просто 90. Просто 90. И все. Ну, чисто так, daily, daily расходы. Но, с другой стороны, это все-таки цвет мечты, пацаны. Ну, к этому надо вот было идти годами. Помимо этого, мы еще наклеиваем броню на лабаш. Да, конечно, обязательно. Которую ты все время говоришь, ну, слушай, я на самом деле, да, не каждому ее рекомендую. Потому что я тебе объяснял уже очень жесткие требования по уходу, да, по эксплуатации. Но, судя по тому, что на ранглере она прекрасно живет, проблем у тебя... Уже 3000 километров. Там же пятерочка уже плюс-минус. Сальник потек колено. Это я уже видел. Я знаю. Я вот наклеил броню, и все, короче. Под пацаны. Мы очень аккуратны с сальниками. Если броня на лабаше, то прям следите за вашими сальниками, пожалуйста. И здесь мы на лабаш тоже клеим, и на СВРе ты все тоже наклеил. И на СВРе все тоже наклеил. И уже начало царапаться. И уже проехал пятерочку, и она уже начала царапаться. Но, в принципе, 1015, я думаю, что она отслужит. Так, а сколько стоит броня на лабаш? 15-16 тысяч рублей. Но при условии, что лабаш сюда стоит... 70, да. Если, да, и поискать на дилере, может быть, даже под сотку. Броню... Возможно, будут повреждены какие-то соседние элементы. Стойка, как у меня там порезана, да, на ренже. Ну, и опять же, металл могут... Краску содрать до голого металла. Да, да, да. Это нам не нужно, правильно? Ну, и самое главное, зачем я это делаю? Как я вам говорил, я эту машину взял дешево. То есть по той цене, за которую я смогу ее через пару лет продать без потери стоимости. Ну, конечно, я думаю, что все равно не смогу. Но, тем не менее. Значит, что здесь важно? В таких машинах один окрашенный элемент это может быть минус единица с цены. Очень важно, когда такие тачки остаются не крашенными полностью в заводе. Ввиду этого, я хотел заранее все это бронировать и защищать, потому что через пару лет очень было бы здорово, если бы эта машина просто растянулась пленкой и осталась в своей заводской краске. Здесь не было бы ни одного крашеного элемента. Ну, красить можно смело только бампера, потому что они не бьются никакими толщиномерами, это получается, да. И все равно никто никогда этого не поймет. А основные элементы кузова останутся в заводе. Плюс именно, когда вы клеите пленку на заводскую краску, снимается она потом без проблем, не поднимая за собой лак, не поднимая эту самую краску. Если вы поцарапали броню, вы приезжаете в реформа стайлинг, допустим, и если очень постараться и нету большой очереди, то за день элемент сможете перейти на что-то новое? Да, конечно, и не один. Малярка – это не день. Малярка – это там 3-5 дней подбор краски, и все равно это крашенный элемент, это, короче, геморр на самом деле. С перетяжкой все сильно проще. Поэтому других вариантов, по сути-то, в современном мире и нет, если вы покупаете действительно дорогую машину. Из года в год, всем интересно, что же меняется в рейндж-ровере по качеству? Не знаю, почему эта фраза такая смешная, возможно, потому что это абсурд, но тем не менее, качество вроде как растет в гору. Прям вот такими шажочками, пацаны, надо прям вот такими, растет вот такими. Но позитивные изменения есть. Но сначала о плохом, ведь всем нужно, а что же, собственно, отрыгнуло? Так вот, машине 500 километров, 5 дней и 500 километров. То есть реально на ней ездил только я, один человек, больше никто. Вот здесь, такая-то пластиковая накладка, Land Rover, она существует со времен третьего поколения. Вот на Панторезке то же самое было. Вот здесь эта накладка протирает кузов. Это было в 2002 году. Прошло 18 лет. Все точно так же натирает, и эта прокладка уже за 500... Прокладка, да, накладка пластиковая за 500 километров уже натерла лак. Соответственно, сюда подклеивается броня, дальше все это собирается, и оно дальше уже ничего не трет. А вот особенность того, что вот этот козырек тер по пластиковой накладке, и новые машины с салона уже проезжали с пробитым лаком на накладочке, он исправлен. Козырек больше накладки пластиковой не цепляется. А что касательно сборки, даже не хватало деталей. А именно, не хватало вот этого кусочка шумоизоляции, который здесь кроется обычно за зеркалом под накладкой с салона. То есть на той двери он был, а на этой двери не было. Но на той двери не было одного самореза, который вкручивается вот сюда, держит эту обшивку. Вот здесь должен был быть он там, а его тут было, там не было. В остальном, вроде как, даже и ничего. Но, если сравнить с другими марками, то, как помните, Шкоду, когда мы рассматривали, который взял Батя, там нареканий было гораздо больше. А вот недавно парни перетягивали новую Ауди из салона, там нареканий не было вообще. К примеру, здесь вот такие мелочи. Один саморез, одна шумоизоляция и по-прежнему натирают боковые пластиковые планки в заднюю часть машины. А так, очень даже ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 10 дней всего лишь. Благодаря тому, что заранее была заказана пленка нужного цвета, которая была... Ну, в общем, к этой машине были все готовы. Получается, реформа стайлинг реально за 10 дней сделала мне тачку мечты. Она и в броне, она и с двуцветной пленкой, и мониторы перетянуты тоже в защитную пленку в салоне, так что, если они поцарапаются, пленку можно снять, монитор под ней остается не поцарапанный, затянуть ее броней заново и так далее. Установлен мой любимый видеорегистратор, который никак наружу не отсвечивает. Маленькая камера спереди, маленькая камера сзади. Прям безопасность. В этот раз стекла забронировано только одно лобовое. Вот здесь, спереди, это защита от сколов, потому что очень дорого потом его просто нудно менять. Остальные стекла решили не бронить, потому что они уже с завода идут с малоточком такие написаны, то есть типа антивандальные. Рассчитываем на то, что завод все это уже учел. Таким образом, слушай, ну это, по-моему, около рекордные сроки, паш, да? 10 дней. Да не, мы на самом деле не спеша его сделали, он протоплит полностью. А, он еще какое-то время я здесь у вас сразу стоял, потому что клиент специфический и при выезде они всегда говорят, Костя, не надо мыть машину третий день, там, три или пять дней. Что делал я через час на СВРе? Просто сразу на самообслуживание вот так. Знаешь, еще когда ты вот так под крылки проводишь вот так прям пистолетом, ты пытаешься снять прямо пленку, которая всегда... Это специально. При этом она держала, но в этот раз, видимо, клиент совсем выходит из-под контроля и нужно сделать так, чтобы он физически не смог что-то отколупать. Да, именно поэтому она полностью просохла. Мы еще нанесли защитное покрытие для пленки. Которое гидрофобит? Конечно, да. Кожу обработали, поэтому все просто... Самое главное, мы не нанесли две ключевые вещи. Чего ты лыбишься так? Ты видишь уже косяк по пленке, что ли, какой-то? Я тебя от этого прямо укураживаю, что бампер отваливается, нет? Ну ладно. Мы не нанесли самые главные покрытия. Первое, это логотип. Второе, регистрационные знаки М864М. М864М. Нету таких. Сейчас, бля, найдем. Вот здесь отстоит. Сейчас снимаю. В общем, остались приятные мелочи, которые сделают из черного рейнджровера директора овощебазы. Мой рейнджровер директора овощебазы. То есть, да. Вот только сейчас я начинаю чувствовать, что это прямо моя тачка. Это старые жабры, и мне их сейчас, Лене, распаковывать. Они старые. Возьмем видео с прошлого видео. Во, вот так вот. Вот такие жабры там были. У нас же вместо них теперь стоят СВА-жабры, которые отличаются еще количеством самих жабр и, естественно, цветом. Вернее, цветовой схемой раскраски кузова. И это еще далеко не самое главное, потому что самое нарядное у нас тут во всем образе создается за счет надписей. А надписи у нас раньше были вот такие серенькие мышиные такие, такого цвета, горбатые такой, сутулые мышки. А теперь они автобиография. Это все Алиэкспресс. Чистейший вообще Алиэкспресс. Теперь у нас буквы вот такие. вы просто сравните, что было. Может быть, двухслойку сделать. Смотри. Вот это прямо богатство. А это вот крестьяне едут. Главное, чтобы никто не узнал, что это с Алиэкспресса. Шильдики СВА, естественно, лепить не стали, но потому что это и не СВА, это Ежу, понятно, но отличается по многим признакам. И в хроме это сабля. Также у СВА комплектации была отличительная черта. Только одна эта сабля в хроме. Нигде его не добавляется, кроме вот этого элемента. Там понятно, что еще решетки радиатора, ноздри на капоте, ой, ноздри на бампере, еще-еще-еще куча мелочей, но вот оставить просто такие буквы против этого, ну, было кощунство. Это самый дорогой колхоз в мире. И он мой. Получилось х**ня. Надо смотри, как она право вниз замалена. Отлично. Давай, давай следующую. Офигенно. Почти. Да нет, в принципе... Получилось так же. Оставляем. Оставляем. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот. Теперь это действительно по ощущениям начинает походить на мою тачку. Вот теперь это что-то эксклюзивное, что-то необычное. И хотя вроде как все это вертится около стока, тем не менее это все-таки не сам сток, потому что и расцветка, хоть и есть под заводскую, но тем не менее она чуть темнее, чем должна быть. Она не кричит, прям не бросается в глаза. Это просто очень строгий, очень аккуратный и при этом все-таки пафосный Range Rover. Пафос, кстати, именно больше всего добавляет прямо сами тапочки, потому что они смотрятся тяжелыми, они смотрятся просто бешеными. Это наконец-то двухцветная черно-серая машина на двухцветных черно-серых дисках. Классика. Еще закинули 5 миллиметров проставочки маленькие с каждой стороны, чтобы диск в арку сел как надо. относительно как надо. Я думаю, что, конечно, ЛКМ сейчас будет сильно переживать по поводу того, что все не так, но в нашем случае это еще и комфорт и практичность и прямо ну очень волшебный вид. Прямо, ребята, это моя тачка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы знаете, машина у меня на самом деле много и тестирую я много машины и в целом повидал. То есть даже меня вот этим вот в принципе со стороны не особо удивишь, но в этот раз удивился даже я потому что был моей жизни двухцветный range rover но не было на таких дисках не было у меня никогда таких дисков и именно сочетание вот этих вот тяжелых визуального верфинчей 22 причем стоковом размере на стоковой размере резине то есть это не больше колеса чем нужны только проставочки что пошире сидела и все с этими двумя цветами мы получили черно-серую машину с черно-серыми светлыми еще и дисками вдобавок которые у нас поддерживают видимо дверные ручки и чуть-чуть лыжи по низу и удивляюсь даже я вот это тот случай когда я на этой машине получается езжу уже но недели две как на перетянутой и от нее прям таращит и каждый раз вот так отходишь вот там с автофокусом ребята полюбится а ты вот так отсюда стоишь смотришь и он хорош вот он он реально хорош вот теперь вот только в это в секунду это мой range rover я прямо ощущаю его как свой потому что он одновременно эксклюзивный одновременно из-за вот это что у нас пленка встала нет нет это капелька упала грязь но было страшно сейчас ясно хочу сказать потому что перетягивать капот не в масть и все вот эти тонкие штришки он стал детализированным у него эти буковки range rover теперь клюшка задняя хромовая вот эти десули добавлены те самые штучки за которые уже цепляется глаз вот ну вот это просто замечательно просто замечательно жабры из важные как хорошо сюда встали они здесь просто должны были быть и при этом ничего особенного мы с машиной не делали то есть range rover настолько сбалансирован визуально как по на мой вкус вы можете с этим быть не согласен но я считаю что он настолько внешне идеален что не нужны ему никакие обвесы только цвет и диски все перед нами эталон зачем майбах когда есть это лично для меня по крайней мере выбор очевиден потому что он стоит столько же сколько седан и многие даже говорили кося зачем range rover за такие деньги у конкурентов седаны стоит столько же семерка бмв которая последняя была у меня на тесте очень не понравилось стоило 12 4 а 8 которая была на тесте стоило 12 ровно это дешевле да здесь нет этой мультимедии улетевшего и все и прочее если бы она была мне нужна вероятно я бы выбрал другую марку господа но не всем нужно управление жестами и супер мультимедия вы не поверите но не всем иногда хочется просто спокойно ехать на большой машине с дорожным просветом 31 сантиметр и выглядит она просто божественно также как и едет добро пожаловать господа вот он настоящий мой range rover за который не то что не стыдно о котором хочется обладать даже несмотря на то что он у меня уже месяц на самом деле а перетянутые две недели это вот знаешь когда вот вот сам себе завидуешь он настолько крутой что ты вот нету никаких понтов как а ну range roverом никого не удивишь в принципе ну ты едешь прям по улице и думаешь да вот он прямо смотрится такое количество на самом деле когда он был перетянут у нас мы когда выехали не помнишь из бокса владян с тобой выезжали мы 26 декабря мы выехали с перетяжки а сегодня у нас извините уже какой января у три недели у меня такое количество фотографий с ним на телефоне я у фотографирую каждый день вы не поверите прямо вот у тебя же автофокус сейчас нет вот сейчас сейчас вы посмотрите то есть реально я вышел из магаза смотри он охрененен смотри я просто вышел на ржевке из зоомагазина я даже покупал куку ту еду я приехал на зарядку никогда никакую свою машину я не фотал такое количество раз и у меня вот так вот есть фотоприборки разнообразные и так далее съездил купил коту еду с фото и range rover поставил на зарядку фото и range rover я офигеваю с этого мне даже друзья говорят зачем ты его столько фотографируешь да потому что это та самая машина которую мне хотелось с того самого дня когда я еще взял на тест сва и понятно что это не сва господа идеал по-прежнему недостижим и стоит он 16 16 если честно ну пока вообще никак не поступиться за такие антинародные деньги к сва но это тот самый цвет это небольшой расход то что мы все любим новые для меня ощущения и хотя это не range rover мечты но это почти эталон это лонг и он эталон господа спасибо вам огромное что смотрели это видео мы поехали дальше кайфовать выборги и наслаждаться новой жизнью практически за рулем нового range rover а огромное всем удачи и пока